Возможно, к концу 2009 года запас прочности на кухню То есть тот ресурс, который был создан к концу советского периода, все равно был бы амортизирован То есть все равно бы к концу 2009 года мы уперлись бы в исчерпанность технологических и прочих ресурсов То есть здесь сошлись для нас, для России, не знаю как для Украины, может быть тоже что-то похожее, судя по тем моментам, которые сегодня поставили Сошлись, три разные кризиса совпали одновременно Значит действительно некая общая рамка Кризис нелиберальной экономики И кризис связанной с исчерпанностью материального ресурса, на котором жили последние 15-17 лет Сами как бы не создавая практически ничего Публика, правящая Россией, этого категорически не принесла Просто я вот буквально там последние три дня перед приездом сюда сидел на конференции экономической Я профессор вышедшую школу экономики И вышедшую школу экономики каждый год проводят экономическую конференцию Значит выступления всех представителей власти, экономических властей были совершенно неадекватны Просто совершенно неадекватны реалии То есть они действительно не понимают что происходит в экономике, что происходит в обществе Поэтому все, что они делают Они борются не с тем кризисом То есть они борются с кризисом тем, который вот в либеральной экономике И это, с моей точки зрения, в ближайшее время создаст им такие проблемы, когда им будет не до нас Ну давно уже не до нас Нет, не в этом смысле Опять вы неправильно все ходите Им, да, им будет не до того, как будет себя вести гражданское общество То есть, это его надо создавать, аж я подумал Что? Можно говорить нет и нет, ну хорошо, ну и ползти на кладбище Ну давайте же как-то шевелить, давайте с металл избавить Нет условий, нет возможно Ну тогда зачем ты сюда приехал? Просто посмотреть на то, как цветут каштаны, они цветут позже Понимаешь, что ты говоришь? Вот я говорю, да нет Я приехал, например, для того, что ты уже частный Понимаешь, вот я повторяю Этот кулач мне глубоко против В том числе тот, который ты сейчас помнишь Нет, ну погоди, погоди Я молчу Я повторяю, что перед нами открывается очень широкое окно возможностей И наша задача им воспользоваться Или продолжать бубнить, что ничего нет и ничего невозможно И все будет так же И тогда, извините, сами мы виноваты Вот просто сами виноваты Да Вот Я вот с Чубайсом, который говорит, что А где это? А что это? А чего это? Нет Вот это не серьезно Это инфантилист Вот я просто подаю инфантилист Не важно, там он твой Вот Значит Заканчиваем Это очень увлекательно Заканчиваем Слушай, я тебя перебивал Пятьдесят, понимаешь Уже достал Брушу Вот Значит Что еще? Значит Надо Надо понимать Надо понимать Что на самом деле Никаких глубинных Никаких глубинных антинастроений В массовом сознании В массовом сознании Нет Да Нет никаких массовых там антинатовских настроений Или антиамериканских настроений Или антиукраинских настроений Или антипольских настроений Или там каких-либо еще. Есть некоторая картинка, искаженная под воздействием определенной промывки мозга и определенного несовершенства социологического аппарата, который имеется на нашем распоряжении. Поскольку социологическая наука, я не знаю, как на Украине, в России и в Европе пришла к тому, что весь тот социологический аппарат, который она владеет, владеет до сих пор неадекватен новому состоянию общества. То есть не умеет достаточно тонко изучать общественное настроение. И это там показалось социологический съезд, который недавно прошел. Об этом говорили просто каждый первый. Это был международный социологический съезд. Поэтому если просто погружаться в толщу народную, как писал Толстой, то мы увидим, что вот этих антинастроений, которые пытаются каким-то образом воспитать в нашем обществе, в России нет. И слава Богу. И наконец, стремление к прозрачным схемам бизнеса и так далее. Боюсь, что это тоже есть некоторое преувеличение. Потому что это стремление, я лично как человек консультирующий, наблюдаю уже много лет, но это стремление очень простое, что прозрачными были другие, а я мог этим воспользоваться. Поэтому в этом смысле я думаю, что нам... И, к сожалению, опять же, это не есть эксклюзивно наше постсоветское состояние. На самом деле в более мягкой форме это существует во всем бизнесе, на всему миру. Просто там это как бы, поскольку существуют системы регулирующие, заведены еще во второй половине 19 века, и там у них не было перерыва, значит они к какому-то более-менее человеческому состоянию пришли. Хотя те скандалы, которые мы наблюдаем в течение последних 9 месяцев, показывают, что и там, к сожалению, с этим большим. Я думаю, что здесь стремление к более цивилизованному положению экономики есть и у нас, в этом смысле. Там часть Европы, но мы очень далеки от того состояния, к которому мы хотели выйти. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Доклад, сообщение интересно тем, что оно порождает полемику уже, я это чувствую. Только у меня вопрос. Вот профессор Академик Попович просил слово, Юрий Николаевич просил слово. Вы еще ряд людей. Поскольку, поскольку, мы можем сделать, что Юрий Николаевич сейчас выставит, поскольку здесь прямая дискуссия, а потом вам и дальше. Хорошо? Я хотел бы угрозить. Дело в том, что я со своей позиции представляю нечто прямо противоположное тому, что вот так подробно излагал Федор Шеву Кувеляев. И я хотел бы уйти от персонификации, а сказать, что то, что говорил Федор Шеву Кувеляев, это не просто довольно распространенный взгляд на происходящее в России, это господствующий взгляд, я бы так сказал, среди современной русской интеллигенции. Причем интеллигенции не только журналистской, но интеллигенции, которая идет во власть и находится в этой власти. Тут типа Юргенса, например, или типа люди, который стал губернатором. Никита Белых. Я не буду говорить продажные, я буду говорить, что которые идут во власть. Но я ж не там. Нет, ну вы не там. Вы не там по должности и вы не там, может быть, по зарплате. Но по идеям своим вы там. Абсолютно. То есть вы не просто во власти, вы идейно легли под эту власть. Ну, хорошо, я скажу сейчас свою позицию, потому что это, я сказал уже, что ваша позиция, это не позиция какого-то интеллектуала-одиночки, который в свое время был во власти на самом деле заместителя министра, если я не ошибаюсь. Так вот, таких людей очень много, и не большинство. Что же касается позиции, которой вот я, ну, мне трудно будет ее изложить, потому что все время таким я не располагаю. Но все-таки хотя бы обозначить ее, я смогу. Но хочу сказать, что таких людей очень мало. Я даже меньшинство, или к числу меньшинства себя не отношу, не отнесу. Я думаю, что таких людей может быть, я не знаю, десятки, может быть, единицы. Ну, по крайней мере, это явное, очевидное меньшинство. Причем к этому меньшинству я знаю отношение, вы его, собственно, выросли. Что вот эти вот, которые там плачутся, и которые все зудят, нудят, что вот там не дают возможности вторгнуться между башнями и каким-то образом создать все-таки гражданское общество, несмотря на то, что его нет. А только вот ныть и подвывать, что называется, о том, что у нас плюс. И это отношение, которое вот вы выразили сейчас, оно является тоже ревалирующим среди интеллигенции. Потому что интеллигенция в массе своей, или интеллектуалы в массе своей, они действительно решили, что поддеваться некуда, лучше попытаться каким-то образом. То ли на башне какие-то разные воздействовать, да? То ли в меру своих сил, чего-то писать, говорить, чего-то добиваться, но, по крайней мере, решать какие-то позитивные задачи, которые направлены на то, чтобы нам жилось лучше. Это вот позиция. Теперь, что касается вот оценки состояния России, это, пожалуй, самое главное. Вот вы сказали, что, я считаю, что ничего страшного нет, у нас культура, и культура развивается, причем, вы сказали, развивается нормально, она модифицируется, как вы сказали, да? И что там есть самое разное, так сказать, в явлении процессе. Вот при этом, и я думаю, что это как раз и цель нашей встречи, при этом желательно было бы уточнить, что вы имеете в виду под культурой. Вы имеете в виду театр, живопись, музыку, литературу, балет. Судя по тому, что вы сказали, вы именно это имеете в виду. Не то же. Ну, подождите, а я говорю, я говорю, я все-таки именно к вам обращаюсь, да? Я отвечаю. Вот для меня культура – это способ жить. Вот это культура, да? И для меня культура – это возможность для общества критически оценивать свою способность, критически оценивать свое собственное состояние в этом смысле. Оценивать свое состояние как определенного способа жизнедеятельности, как определенного способа общественного самовоспроизводства. И в этом смысле, как некая способность к саморазвитию этого общественного устройства. Вот если вы будете доказывать, что вот в этом смысле у нас с культурой все в порядке, что она нормально, как вы говорите, развивается, то вы или находитесь в плену мифотворчества, или какой-то я могу худший вариант предположить, но я не буду его предполагать. Я все-таки ограничусь вот этим, что вы в состоянии мифотворчества пребываете, или мифологического такого глубокого заблуждения. Дело в том, что кризис, который происходит, он превратился уже в стадию деградации общественного устройства. И эта деградация происходит как минимум с начала 20 века. То есть и революция 5-го года, и 17-го года это симптомы, это как бы явления, это некие наиболее крупные, яркие события, которые свидетельствуют. А вот это вот столкновение, столкновение разных общественных ориентаций в России. Одна ориентация это традиционная, и лучше сказать традиционалистская. Другая ориентация, она тоже есть, или мораль, или нравственность, она тоже представлена. Это либеральная или свободолюбивая. Вот эта вторая, она была представлена чрезвычайно слабо, неорганизована, никогда она не была представлена в виде институтов, зрелых гражданского общества. Она была представлена отдельными мыслями и разрозненными какими-то действиями отдельных интеллектуалов и интеллигентов. А что касается этих революций, то сама Октябрьская революция была ответной реакцией, реакционной, консервативной реакцией на те изменения либеральные, которые произошли в русском обществе в конце 19-го, начале 20-го века. А эти явления какие? Это дифференциация этого общества, это урбанизация его, это появление, только появление, начало появления экономической независимой личности, и это его поляризация. Вот основные явления, собственно говоря, это и есть явления капиталистического развития. На них была реакция уравнительной справедливости. На стороне которой выступило все крестьянство и по существу весь русский народ. Там-то крестьянство от 36-го года сопротивлялось, да? Нет, на счет сопротивления, я ведь в гуси делал, как оно сопротивлялось. Вот этот вот идеал уравнительной справедливости, это был крестьянский докапиталистический еще идеал, это был интерес докапиталистического общества, Это не был интерес, связанный со свободной экономически независимой личностью, и большевики оказались вместе с этими нравственными интересами крестьянства. Они как бы овладели этими настроениями. И в конце концов, народ и крестьяне победили в этой самой Октябрьской революции. Они одержали победу, и поэтому я и считаю, что я имел все основания назвать эту победу трагедией победившего большинства, которая происходит и до сих пор ничего не изменяет. Так вот, с точки зрения развития культуры, с моей точки зрения, Россия так и не прошла характеристическую стадию своего развития. Она осталась до капитализма. Она не прошла стадию индустриализации, об этом можно тоже специально говорить. Она имеет несколько отраслей или сфер индустриально продвинутых, но в целом индустриализация никак не прошла. Ну и она не прошла этап или стадию модернизации в России. Почему? Потому что она не просто не способна к саморазвитию. Она не способна терпеть любые инновации в сфере организации этого самого жизнеустройства. И на них до сих пор массовая отрицательная реакция идет. И до сих пор этого самого развития нормального культуры, о котором вы говорите, не происходит. У нас происходят изменения, у нас происходит действительно некоторая, может быть, модификация, у нас происходит некоторая динамика. Можно даже сказать, что имел место рост, но развития никогда не было и до сих пор его нет. И вот в этом смысле, с моей точки зрения, Россия пребывает в глубочайшем кризисе. Причем в кризисе не экономическому и финансовому, а в кризисе главным образом нравственного. В кризисе вот этой самой идеи здорового практицизма, торжества личного интереса человека, на котором должна обостроиться вся экономика. Этого ничего нет. И в этом смысле кризис, и в этом смысле я говорю, что идет умирание России. И я не говорю, что это цивилизация, я не говорю, что это нация даже, потому что у меня язык на это не поворачивается. Поскольку это еще докапиталистическое, доиндустриальное общество. Это не современное общество. Их говорить, применять вот такие понятия, как нация и цивилизация, с моей точки зрения, просто неправомерно. То есть идет деградация докапиталистических еще форм хозяйства. Вот что у нас происходит. А на это рассмотрим все. Ну, я заканчиваю. Спасибо. Сейчас, 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 я закончу. Вопросы закончу, а я, соответственно, был на тренинге. Сейчас, подождите. Дело в том, что я завершу вопрос. И эту идею, я считаю, вот можно было бы развивать, и стоило бы ее развивать. Допустим, даже в форме опровержения того, что я сказал. Полного несогласия с этим. Это тоже, я считаю, было бы развитием идеи, в какой-то мере, да? Этой же идеей. То есть, какая идея-то на самом деле? Что происходит с Россией? Она все-таки нормально развивается? Или она деградирует? Вот я имею в виду, какую идею. Она, допустим, не для всех бесспорна, эта идея. Ну, хорошо, так вот, можно и нужно как раз и сосредоточиться именно на этой идее. А что касается проявления этой идеи, я могу еще столько сказать. Могу еще. Хорошо, позвольте мне вот сейчас так провести, чтобы все стало на свои местами, друг друга поняли. Один короткий вопрос Юрия Николаевича. Вы говорите о том, что деградация началась не сегодня, не вчера, а еще в начале 20 века до 17 века. У меня вопрос. А когда вообще она началась? Вы можете датировать? С момента возникновения России. Когда? Вот это довольно, опять, подождите, это никакой не дурацкий вопрос. Это не дурацкий вопрос, это действительно правильный вопрос. А вообще имело ли место в России такое органическое развитие, которое присуще, скажем, западноевропейскому обществу или общественному устройству? Да большой вопрос. Вот я-то считаю, например, что как бы датирует, как вы говорите, начало этого типа социальной динамики, именно типа социальной динамики, без развития, но может быть с ростом, с расширением, с увеличением, такое имя, как Андрей Боголюбский. Я покажу и докажу, в чем именно, но вот, извините, я извинюсь, ладно? Я сейчас не могу разговаривать, через полчаса, пожалуйста. Так вот, имена Андрея Боголюбский. Но, это 12 век, он 1111 года рождения. Не качайте меня головой, я вам расскажу, и вы будете, а потом, потом. Очень важная века, это Александр Невский. Александр Невский, который взял четкую линию на союз с татарами. И вместе с татарами, на основе татарства, объединил, в конце концов, начало объединение России. Потом Иван Третий, который привнес имперскую идею, который привнес вот этот самый слоган, Москва-Третий Рим. Ну, лозунг, но он не был лозунгом тогда, не важно. Так вот, и с тех пор, и с тех пор установился этот самый тип социальной динамики. То есть, увеличение, расширение и роста без органического развития. С одной стороны, а с другой стороны, господство государства над личностью и над человеком. То есть, вот, сказать бы, парадигма России, она как понятие элемента в квантовой физике, она в одно и то же время и процесс, и результат, и корпус гола, и волна. Вот примерно так, да? Это и есть парадигма России. И вот с тех пор этого нет нормального развития. Понятно, понятно. Я предлагаю сделать следующее. Давайте дадим две минуты Федору, но не больше. Две минуты Юрия Николаевича, и позвольте мне буквально две фразы сказать. Потому что мы видели две крайние позиции. Что это значит? Это значит, что нам очень трудно спорить, потому что, во-первых, мы не разобрались сами с собой. Мы не понимаем, когда у нас и что началось. И с одной точки зрения у нас вообще все замечательно, а с другой точки зрения мы с 12 века ненормально. Есть третья точка зрения, которая просто одной фразой сформулирует, риторический вопрос. Если у нас все ненормально с 12 века, тем более в начале 20-х... Я не говорил, что ненормально. Я говорил вот так вот. Хорошо. А может быть, это самое нормальное для России? Почему же это ненормальное? Хорошо. Ну, позвольте обратиться, апеллировать к тем вещам, которые вообще-то известны без спорта. Если говорить, что у нас деградация началась. Вот я записал интеллектомию... Деградация культуры с начала 20-го века. Это ваше слово. Вот на это я спрашиваю. Но это так же, как вы говорили на пунктах. Белинский писал, что у нас нет поэзии. Здесь сказал уже 20-го. Ну, вы перебиваете. У меня короткая фраза. Я же не два часа говорю. Значит, как говорить об интеллектуальной деградации России в начале 20-го века, если это был по старым определениям серебряный век русской поэзии, а на самом деле бриллиантовый век российской духовности, величайшая в мире литература, Достоевский, Толстой, Чех, величайший театр, величайшая живота, величайший... Ну, как же можно говорить о деградации? Это был взлет колоссальный. Вот это только коротко. У меня целая книжка. Не только об этом, а всей российской цивилизации. А вот теперь, пожалуйста, вашим и нашим еленикам, значит, помогу отреагировать на все, что вы сказали, следующими словами. Словами, которые говорят не мне, как известно, а любую толстому. Меня пугают, а мне не страшно. Вот понимаете, во-первых, вы совершенно напрасно набросились на них, потому что человеческое сознание все насквозь мифологично. И никаким иным оно быть не может. Потому что сознание апеллирует символами, и символ находится в свое воплощение в мифе. А миф отличается от всего остального тем, что он комплексно описывает действительность. А человек его сменяет комплексно. И только потом начинает сначала комплексно, а потом анализирует ее рационально тот, кто к этому предрасположен. А большинство людей просто и не хотят рационально анализировать. Поэтому живут в неком мифе. Этот миф мы нам сейчас только что продемонстрировали сами, блестящий. Потому что вот то, что вы говорили, там, начиная с XII века и так далее, и так далее, это расхожая концепция, она известна давным-давно. Она насквозь мифологична. Это можно об этом говорить очень долго. Я этого не буду, как бы, делать, потому что сейчас к этому не верю. Значит, в чем я вижу наши с вами различия? Во-первых, в том, что вы вместе с Щупайся на меня навесили того человека, который говорит, что у нас все замечательно. Я не говорил, что у нас все замечательно, Игорь. Не говорил. Я говорил, что у нас все очень сложно, и что мы находимся в тяжелом кризисе. Но этот кризис дает нам шансы. Значит, то, что говорит Юрий Николаевич, это апокалипсис. Вот я, как человек правых убеждений, я против апокалипсиса. Русская интеллигенция, исторически, большинство русской интеллигенции, Юрий Николаевич, я прошу прощения, но вы ошибаетесь, и до сих пор большинство русской интеллигенции левая. И вы принадлежите к числу левой интеллигенции, поэтому у нас такие противоположные точки нет. И большинство русской интеллигенции до сих пор левая. И это не потому, что там я против того, чтобы вы были в меньшинстве, а я там в большинстве, да бог бы с ним. Но, вот апокалиптическое сознание свойственно левой русской интеллигенции. Я, как правый интеллигент, я резко против этого. Я не считаю, повторяю, я не считаю, что у нас все замечательно. Я считаю, что мы находимся в сложном очень критическом положении. В частности, если говорить о политическом состоянии нашего общества, о его политическом организации, о политическом организации, она находится тоже в состоянии тяжелого кризиса. Но кризис, повторяю, не есть повод для того, чтобы склеивать ласты и говорить, что все, мы помираем. Кризис, с моей точки зрения, это окно возможностей, нет, окно возможностей для того, чтобы встряхнуться и выздороветь. Вот о чем я говорю. Я бы очень хотел глубоко заблуждать и быть ни в чем неправым. Желательно было бы, чтобы я увидел свою неправоту и полное заблуждение еще при своей жизни. И как бы мне не было стыдно и позорно, я бы вышел на самую широкую аудиторию и сказал, «Ребят, Шелл-Поведяев-то был прав, ведь он же мне сказал, что вот я полностью в мифах и я аполитически воспринимаю происходящее в России». Я, оказывается, ошибался и очень сильно. Я был бы, говорю, просто счастлив, если бы это случилось при моей жизни. Но, увы, если разложить состояние общества на такие составляющие, как демография, я не буду этого мелочь, нравственность, экономика, производительность, способность к самовоспроизводству, то будет именно то, что я сказал, именно деградация. Участники перспроссии остались без своих. Кроме нас, в случайности, остались украинские товарищи. Давайте дадим слово академику Попочу, который давно его просил. Мы только видим глубину остроту противоречия понимания России, которая не преодолена. Пожалуйста, мы с... Сначала... Хорошее. Я уже успел переговорить с фондом Битроджини, с фондом Сокоса. Говорят, который предлагает нам суммы определенные для поддержания постоянных контактов. Поэтому предлагаю как-то оформить наши отношения, как говорят. И именно, может быть, назвать то, что мы хотели бы иметь в будущем сегодня, что происходит, скажем, инициатива... Гражданский фонд. Гражданский фонд. Гражданский фонд, счет какой-то... Тут я уж не силен. Но там Украина, Россия, теле... Гражданский фонд. Гражданский фонд, что-то такое именовать. Ничего больше не требуется. Вот я под впечатлением от Виктора Федоровича... Вот он. Вот где он туда перешел. Значит, речь идет о сайте. Это уж как номер один. И можно тогда рассчитывать на то, что где-то на такой сайт можно вешать такую текущую информацию, о которой мы и говорили. Но кроме того, можно и организовывать конференции по интернету. Или, если тем более у нас есть возможности, это год, раз, два в год, я думаю, нам не будет решить проблем. И мы сможем также и с украинской стороны найти какие-то деньги для хорошего дела. И второе... Я бы хотел... Простой, простой день, я сгоняюсь. Слово, хороший день. Только со стороны шоу. Но возникает вопрос, что можно обсуждать. Потому что, естественно, мы не можем обсуждать такие огромные проблемы, историосовские. И это, в общем-то, и не нужно. Потому что, если бы действительно в предварительном условии для решения наших текущих скромных задач было решение этих метафизических проблем, я к ним очень серьёзно отношусь. И действительно, существо дела даже не в том, как опера в упадке или в гармонии и так далее. Дело в том, что Юрий Николаевич говорил о стержне проблеме, а именно о том, как человеческая личность себя чувствует и способна ли она сопротивляться среде давления её. И, собственно, это и делает общественные проблемы. Но, во всяком случае, тематику нужно было бы тоже подумать, так, чтобы были и спонтанно возникающие вопросы, связанные с политическими актуальностями, и была бы какая-то перспектива. Что касается общего вопроса о том, где нам сегодня ждать наиболее неприятных вещей, я бы хотел начать с воспоминаний. И в своё время, в этом году будет 20 лет со дня образования РУХа, и на первых этапах я там был в каких-то определённых роликах. И тогда ещё, в самом начале РУХ был очень биатрин. Рейтинга собирали тогда где-то за 60 зашкаливало процентов по городу. И тогда там это был чисто, я бы сказал, такой общегражданский, общегражданское движение, которое сочетало в себе национально-освободительный элемент, либерально-демократический в такой же степени, и основывался он в какой-то степени на недовольственных реальным положениях к городу. И вот тогда меня удивило, когда в РУХ ввелось большое течение такого чисто национального свойства. Меня удивило, что у них было одно требование. Шорто-бакетный прапор, Трезу и Шеномер в Украине. Больше ничего. Что третье? Шеномер в Украине. Он не зависит. Я не мог понять, собственно, какие такие крутые ребята. Ты как-то застегнулся так сразу. Шеномер в Украине. Я не мог понять, в чем, собственно, дело, почему именно на параферналиях движения все зацикли. Я помню с Кравчуком и с Драчом, тогда Кравчук был заведующим идеологическим отделом ЦК, мы как-то находили вообще какой-то язык для переговоров. И готовился первый съезд в Украине. И обдумывался, оказывается, для ЦК самым сложным вопросом был такой. Как убрать шорто-бакетный прапор? Делайте, что хотите. Только не это. И вот когда же до меня дошло, собственно, о чем, почему, что это такое. Когда в Киеве напротив Горсовета поставили столы, и там ребята лихие раздавали паспорта Украинской Народной Республике. Это, конечно, были бумажки чистые. И из моих знакомых, приятелей, только один является гражданином. Он работает в Москве, а заведует в Кафедре. Чистый русак, все вообще. Ну, ему было интересно, пожалуйста, что-то. А дело заключается в том, что если бы эта вся игра была доведена до конца, то тогда правоприемником, то тогда Украина, государство Украины, был бы правоприемником не Украинской СССР, а Украинской Народной Республики во главе директории. Вот что надо и России придем со встречами России. И я очень доволен, что этого не случилось. Это потому и случилось, что, в общем, это заслепнулось по таким простым причинам. Ну что, у меня ордер на квартиру от советской власти. Не помню, от советской власти, за все, может быть, кто-то бы обрадовался, что это не действительно документально. Но так или иначе, в общем, в принципе, право заключается в том, что Украина сегодняшняя является органическим продолжением Украины советской. Конечно, я разделяю, Игорь Борисович, абсолютно этическую сторону вашего бунта против этого факта. Но представьте себе, что... Польша не является преемницей народной Польши. Чейко, знаете, в этом очень плохо, что... Кстати, там есть две Польши. Одна Польша считает себя преемниками той Польши, бело-красной, а другая Польша говорит, так, слушайте, мы жили при... Есть армия Краева, есть армия Людова. Между прочим потом в фильме Вайды, да, коты. Вот это все очень хорошо видно. Это вопрос. А что значит, если мы признаем, что мы являемся преемниками УНР? Это значит, что мы оккупированная территория. Тогда получается, что пришли жиды-большевики, или китайцы, или кто там еще. Вот почему ты... Я правильно застёгиваю. И нас все, значит, крутят. Это очень легко и очень красиво. И легко сказать, что вот они виноваты в Володоморе. Нет, вот туда, вот туда, вот туда, вот туда, вот туда. Я выше пересел. Да, я в сомнении, а если что-то... Нет, это мы. Голдовое это мы, а не виноваты. Вот. И я думаю, что очищение тогда наступает. Когда мы говорим, мы есть. Конечно, я понимаю, что я не могу быть ответственным за Голодоморф, потому что я сам до сих пор нашел тебе в своем здоровье, и ты, я говорю, Голодоморф. Да. Конечно, я понимаю, скажем, что я не отвечаю за Бабий Яр, где евреи восстали, что я не отвечаю за этот Холокост, мои одноклассники евреи, все погибли, я остался живой, я виноват за людьми, что я жив. Это метафизическая ответственность. Но легко в ней растворить и персональную. И этого нельзя делать. Есть люди конкретные, которые должны ответить за... Как говорится, за пожар ответишь. Поэтому мне представляется, что вот с этой точки зрения, что произошло. У нас сложилась, значит, сложилась так называемая национал-демократия, которая является правым течением политическим. А я бы сказал даже, что вот если в лице такого представителя, как Ющенко, мы имеем очень хороший пример консерватизма и даже романтического консерватизма, который вообще ничего не происходит. Что там, где происходит, какой с ним. У него есть видение мира своего, и это, так сказать, хороший источник его силы или слабость в зависимости от ситуации. Но сейчас это национальная демократия на грани полного краха. Я не знаю, как, значит, можно... Может быть, не все согласятся мои украинские коллеги со мной, но мне кажется, что пример тернопольских областных выборов очень характеристик. Там где-то вдруг внезапно выскочили на 30% голосов ультраправые и, собственно, вся опора... То есть здесь является ли национал-демократия националистическим движением? В хорошем смысле слова национализм, да. Потому что национализм, конечно, ущербен всегда, поскольку он все ставит на свое... На первое место всегда национальную проблему. Не все отсловится к ней отсловим. Но, извините, я могу жить в обществе, где... Я не национал-демократ, им никогда не был. Я лек... Я думаю, что... И с этим тоже можно жить. С этим можно жить, да. С этим можно жить. Вот. И... И хорошо. Вот что может быть опасностью, если у нас потеряется приличный консерватизм, респектабельный, с национал-демократической внутренностью, а не внешностью. И если вместо этого придут какие-то придурки, и они будут себя... Будут говорить, что всех вот этих, теперь давайте, да, войдем чисто до конца, и всех этих, значит, к ногтю, кто он пойдет под эти? Я не думаю, что все пойдут. Вот. Это... Я не думаю, что такова ситуация в общем в целом. По стране этого нет. Это, в общем, крайне стискло. Но Западная Украина была опорой для очень хороших инициатив. И если она будет в руках или его просто-напросто выпадет из общего демократического движения, это будет очень печально. Но не буду я проводить такие дальнейшие все сопоставления. Я не знаю. Конечно, у нас есть большой выбор. У нас большой политический спектр. У нас не однопартийная система. У нас в этом смысле Украина, в общем, может сказать, уникальное явление на всем постсоветском разгры. Я не говорю, при Балтии, при Балтии, но только про выбор не ищет. Но, в общем, какой-то процесс идет настолько интересный в этом смысле. Он проявляется в том, что партии или эти течения приобретают более или менее идеологический оттенок. Говорят, что это плохо. И говорят, что Запад давно живет уже личными лидерами и так далее. Я не верю в это. Я знаю, что американцев, американец на километре видит, это республика идет или демократия. У них очень хорошо есть политическое чутье, политическое красное. Я думаю, что угроза, которая выникает из крушения национальной демократии, угроза велика, но она идет на фоне оформления политических тенденций. В заключении вот здесь мы когда встретились, пошли разговоры и шутки об Ахмедове и Януковиче. Я не хочу разбираться в этих всех частных вопросах, но интересно, что хорошему бизнесмену Ахмедову, а он, поверьте, очень хороший бизнесмен, стал неудобно жить при политике, которого он выкормил и выписал. С другой стороны, Янукович, как политик, чувствует в общем на себе эту тяжесть, этого ярма. И хотите или нет, а там есть уже процесс, который заключается в освобождении политиков из-под контроля олигархов и попытки олигархов выстроить какую-то другую систему, которая будет независима от этих политиков. Лучший пример это Пинчук, который в конце года и сам и говорил о том, что ему не хочется в парламент, это ему лишняя обуза. И в конце концов он нашел такую систему, где можно положить яйца в разные корзины. и не сидеть в парламенте и делать вид, что ты болеешь за весь народ, когда у тебя рушат твоя собственная компания. Такова, по-моему, ситуация, которая внушает определенные надежды. И тот факт, что у нас сейчас в общем свобода какая-то есть и можно пробиться там и мало сказать, что может определиться. В принципе, если вы не видели, что Шуксер выделывает у нас на экране, то пойдите посмотрите. Сегодня пятница. Он все равно делает в 7.30, если не в пятницу. Когда у него разговоры? В 5.30. Вот вот сегодня. Сидит, премьер-министр стоит на этих своих шпильках 4 часа и отбивается. Это, знаете, это завоевание. Это вообще здорово. Но я бы сказал так, что для всех, я закончил бы такой синтез, для всех этих политических структур, для того, чтобы они имели выраженный окрас, нужна одна вещь. Это господство в обществе основных моральных каких-то устоев. Должны быть вещи, которых общество терпеть не может. и вот это, я думаю, и было бы очень хорошо, если бы мы хоть какую-то лекту с вами внесли в наше общество, сообщество и российское, и украинское. Мы в этом нуждаемся точно так же, как и вы. Спасибо большое, очень интересное сообщение, много таких концептуальных, что ли, прозвучало вещей, разных, и есть из чего сравнивать. Я думаю, что мы обязательно должны послушать Марка Григорьевича Розовского, который, кроме всего прочего, получил премию у вас на Украине за прекрасный спектакль, и, может быть, на этом будем закрупляться, и, может быть, не знаю, с Сашей, но завтра продолжаем. У меня есть просто небольшой вопрос к Академику Поповичу. Вы говорите о фоне Сороса. Я, например, готов взяться за то, чтобы текст, который здесь звучал, превратился в книжку. И можно даже сделать так, что он на Украине вам перешли, мы отредактировали, я этим занимался, сделаем, и выйдет на Украинском и на Русском. И ему это не нужно, достаточно на Русс. Ваш фонд фон Сороса готовы или потом обсуждать? А можно же я как модератор скажу с нашей стороны, да? Да. Значит, я единственный, если будет тот текст, о котором мы сейчас говорили, но нельзя перередактировать так, чтобы там были совсем другие. Вообще мы поможем собрать для того, чтобы что нас объединяет, выгодно, мы по-моему должны думать выгодно, чтобы у нас отношения не изменились. Или может быть нормально, потому что мы идем, расходимся, ничего страшного, не нужно особенно впадать в истерику, чтобы вы собрали отношения, и прочее. Или, может, это не нужно. Это экономически выгодно, не выгодно. Это полезно для наших стран, это не полезно для наших стран. Мы разъезжаемся странно потихоньку, но че, со словаками лежу, у нас сейчас довольно, довольно, или ничего. Самые близкие отношения, самые лучшие друзья человек в Словакии, а в Словаках вообще. То есть, вот, я, но говорим почему-то очень и очень на других вещах. Мы как-то уезжаем на тему, я в восхищении от того, что я послушал, и я поддерживаю то, что говорит господин Афанасов, но единственное, что это немножко не подает из того, что мы зато в первый раз встретились. Мне очень лично интересно, как для инженера просто так. Оттуда это выпадает? Что? Откуда это выпадает? То, что я говорил. Это выпадает из того, что это влияет на отношения между нашими между нашими народами или нет. Что нужно сделать, для того, чтобы это... Неизбежно, но когда вы говорите «наши народы», когда вы говорите, допустим, я говорю «мой народ», то сразу возникает вопрос, что такое «мой народ». Мы не разобрались друг с другом, это неизбежный вопрос. Если вы нашли правду, поделим мою народу. У меня просьба такая, давайте все-таки послушаем господин Розовский, послушаем господин Аткальченко, послушаем господин Агуревича. Компактно. Я не против, если все готовы. У меня с разных сторон идут разный сигнал. Закругляйся, продолжай вот этому маршрусу. Я лично готов, я для этого приехал. Я приехал слушать, поэтому я готов, но я же не могу навязывать свою голову всем. Если вы настроены слушать, давайте, сейчас Марк Григорьевич, а дальше. Меня зовут Марк Розовский, все-таки я представлюсь. И я чувствую себя очень неловко, потому что я, конечно же, чувствую себя прежде всего белой вороной в этом уважаемом собрании. И я с удовольствием играю роль зрителя и слушателя в этом театре, потому что такое обилие потрясающих характеров. Здесь уже возникли конфликты, здесь внутренние сюжеты и есть какое-то общее миросознание, которое, наверное, к концу этой пьесы завтра придет в ожидаемой развязке или развязка, будем надеяться, будет счастливой для всех участников. Я действительно не специалист, а специалист подобен флюсу. И я думаю, что вы тоже как специалисты, как и я, специалист в своем деле, вы специалисты, как и... находитесь в некотором, я бы сказал, заблуждении относительно того, что вот некие идеологемы и борьба идеологем и даже идей что-то решает кардинальное в жизни народа. Вот это я сейчас просто наглядно почувствовал, потому что вы так рьяно отстаиваете некоторые свои позиции, а жизнь там вот, она живет совершенно по-другим линиям, каналам развивается и без учета того, что здесь было сказано правильным или даже неправильным. Хотя к чему-то хочется придраться и сразу поспорить. Вот мы наконец-то заговорили о культуре, мне это просто тема чуть-чуть ближе. чем все остальное. Потому что я как театральный человек на себе как практик театрального отдела в нашей стране я на себе чувствую все давление нового времени на художника. Поверьте, что это не пустословие. Потому что то, что мы называем бюрократией, системой сегодня хотя мы творим в бесцензурном пространстве, все это заменено сегодня на вот это принявшее чудовищные размеры давления на людей культуры. Прежде всего с помощью рубля, доллара, коммерциализации искусства, пустотность искусства, даже не пустотность искусства, а пустотность того, что мы якобы называем искусством. Множество заменителей в обществе потребления. И сегодня выбрать тот путь, а что же надо делать, художнику крайне становится сложно, потому что он с одной стороны не борется с властью, а с другой ощущает в полной мере трагедию жизни улицы. А улица, публика, ну, скажем, высокопарно народ находится в постоянном ежедневном контакте с этой властью. Не прямым ходом, а в силу того, что он живет бедно прежде всего. Нищий народ, у нас. Так же, как Россия, это есть Россия Москвы и Питера, и есть Россия, мы все время говорим Россия, Россия, она очень разная, а есть Россия и Приморского края, и Сибири, и средней полосы, 100 километров отъедешь от Москвы, уже совсем другая Россия, совсем другие люди, и даже язык другой, и они ничего не знают, потому что они не читают ни новые газеты, они смотрят то телевидение, которое ему предстало. И здесь, здесь, что бы мы ни говорили, все окажется, все окажется немножко пустовато. Это очень больно, я с горечью это отмечаю, может быть, может быть, это и как-то должно печалить, но это так. Я не могу согласиться с Федором, когда он говорит, что миф это вот то самое главное, что вообще определяет сознание. Все-таки сознание определяет не миф, а правда. и отслеживать это уже в отношении того, что сказал Витя Шендерович, отслеживать неправду, вот это одна из функций и искусства, и политологов, наверное, и честных политиков. Вот здесь с этим я хочу поделиться с вами. Я совсем недавно явился слушателем Эхо Москвы, и там выступал один очень известный гений, так сказать, режиссер, который заявил на Эхо Москвы о, я начинаю цитировать, о неоднозначности Сталина, он же жил какой-то совершенно человеческой внутренней жизнью.